Друзья, всем привет! Вы на канале Family Bus. Значит, сегодня у нас очередной день. Никита улетел в Вашингтон. Там будет такая у них с Марком предсвадебная вечеринка или мальчишник. Значит, дальше... Он, кстати, не сказал Марку, что он прилетает. Получается, решил бы сделать сюрприз. Поэтому сегодня рано утром я его отвез в аэропорт. И он улетел в Сиэтл. Там его другой друг его встретил. И, в общем, он уже там. Значит, ну, а я сейчас еду стричься. Вы знаете, последних несколько лет меня стрижет жена всегда. А сейчас она решила, перед свадьбой, нужно сделать какую-то прическу тебе. В общем, еду стричься. Заодно все узнаем про цены, как все работает, как работают поэтрихмахерские услуги в Америке. И, в общем, беру вас с собой. Погнали. Итак, ребят, я приехал в Розвилл. Моя жена уже тут стрижется. Вот в этот салон. W Salon Suits. Это 146-й Сиэтл. Значит, идемте, попробуем внутри поснимать. Не знаю, разрешат нам или нет. Но будем пробовать, по крайней мере. Значит, ребят, я уже сюда попал. Это Сиэтл 146-й. Если вдруг вам нужен хороший парикмахер, я очень рекомендую, кстати. Вот, это у нас Василина. Правильно, да? Да. Я имя назвал. Вот, значит, вот такой салон. Жену мою, вот из моей жены сейчас прям, ну, вообще красавишну сделают. Ты обижаешься. Я не сделаю. Я знаю, что ты красавиша. Ну, просто, как сказать... Добавим изюминку. Вот, 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 примерно так, да. Ты у нас и так красавишна? Мы все это знаем. Так. Так, а пацаны там, ну, конечно, в телефоне. Что, конечно? Ну, конечно. А чем заняться им еще, правильно? Да. Ну, вот, и я же за то. Василина, можно пару вопросиков на камеру? Да. Вот, во-первых, то есть, как бы вопрос по ценам. Сколько стоит вообще женская стрижка, сколько стоит мужская стрижка? А женская стрижка всегда есть цена, но она очень... Калиблица. Калиблица от того, сколько времени занимает, когда длина стрижки или какой объем волос, или какой... То есть, она может меняться от зависимости от клиента, потому что это очень персонально. Но есть стандартная цена, это 45-50 долларов. 45-50 долларов стрижка это стандартная, да? А там уже, может быть, плюс? Плюс-минус. Минус тоже может быть? Не всегда. Обычно плюс, правильно? Ну, да, естественно. Я тоже так понимаю, что обычно плюс. Плюс-минус 30-35. 30-35 мужская стрижка стоит. Тоже может быть плюс? Да. А в каком случае у мужчин плюс? Покраска волос может быть. Ага. Да, может быть... Может быть... Разные нюансы, зависит от клиента. Ну, я понял. Да. Если назад наш придется встречаться, с него двойную цельную стрижку. Ээээ, вот это не двойная, но когда ты стабильно подстригаешь каждые 3-4 недели клиента, иногда ты просто делаешь correction, поправляешь. Иногда... Но когда у человека много работы, я вижу, что у меня по времени много времени ушло. Да, то есть ты уже тогда... Ну, да, понял. Да. Ясненько. То есть, в принципе, если вдруг люди захотят связаться с тобой и постричься у тебя, как это можно сделать? Ну, for now, сейчас это сложновато, потому что у меня очень много клиентов, достаточно. Понятно. И пока новых не беру. То есть, ты новых не берешь сейчас, да? Не беру, у меня маленький ребенок, и как бы я успеваю только обслужить только своих клиентов. Все ясно. Да. Поэтому телефончик не будем давать, вот сейчас пока все забито. Да. Вот так. Это правда. Хорошо. Вот так выглядит салон. А еще можно вопрос? Вот, вот, ты, получается, сама снимаешь эту комнату здесь, да? Да, это как... Это как твое личное пространство, да? Мое личное салон, да. Некоторые делят его наполовину. То есть, некоторым не нужно 7 дней в неделю. Ага. Кто-то работает 3 дня, кто-то 4. И так удобно тоже, потому что ты делишь примент. Ну, да, естественно. А если не секрет, сколько стоит арендовать такой салон? Зависит тоже от Scruff Fit. И некоторые комнаты есть побольше, и некоторые комнаты есть чуть-чуть поменьше. Ну, в среднем, от и до. В среднем, от 1300 до 1500 в месяц. 1300 до 1500 в месяц. Это один из, я думаю, самых новых и самых дорогих, если так взять с салона. Но оно того стоит. Здесь очень комфортно работать. Да? Ну, а в чем вот для тебя, как для парикмахера, комфорт заключается? Я работала 4 года в обычном салоне, где 8 стульев, где очень бисер, много людей. И когда ты приходишь в свое пространство, ты общаешься, закрываешь двери, ты клиент, тишина. Клиент отдыхает, ты отдыхаешь. Я знаю, что у меня все на своих местах, у тебя все органайз, потому что ты сама себе. Это очень много. Хозяйка, да, конечно. Да? Да. Классно, классно. Спасибо большое за то, что поделилась. Просто мы как бы снимаем такие видео о нашей жизни. И вот мы когда идем там куда-то стричься или идем еще куда-то, мы все время об этом снимаем кино. Ну, и заодно как бы спрашиваем, иногда можем сделать кому-то рекламу, кто-то найдет себе мастера какого-то, кто-то еще что-то, да, узнает какую-то новую информацию. Ну, а я, в общем, жду своей очереди. Сейчас жену закончу. Если повезет. Да, если повезет. Вот так вот. Так, снимай. Ты хорошо выглядишь, не переживай. Так, ну что, почти готово. Почти готово. Выровняли мои корярые волосы. Надо еще по-другому, сейчас я посмотрю. Короче, да, вам здесь более так ровненько сделала. Тут лейер сняла тоже. Да, я вижу. Да, и когда вы бочком смотрите на себя, видите, есть чуть-чуть... Да, я заметила. Да, да, эйлайн. Чуть-чуть оно удлиняет вот эти, впереди удлиняет чуть-чуть личико, делают его удлиненное. А сзади не будет вам мешать... Ну что? Ну что? Как изюминка появилась? О, да. А, мы же по изюминку появились. Да, мы же по изюминку точно. Давай, твоя очередь сейчас будет. Так, ребятки, чисто для памяти себя, вот пытаюсь... Я обычно... Знаете, как я делаю причем? Я покажу вам. Это секрет. Вообще, обычно я никому не показываю, но сегодня специально для вас. Смотрите, вот так. Проснулся. Сходил в душ. Послушал, вышел, так сделал. Раз, два, три, четыре. Все, готово. Я так тоже делаю. Больше я не заморачиваюсь. Поэтому вот, будем заморачиваться. Жена, обычно ты меня стрижешь. Поэтому внимательно наблюдай, как меня будут стричь. Ты что секрет? Все я молча наблюдала. Что думаешь, что на работе, что в уборке, что... Хотя вот сейчас, бэйби, то я вижу, что мой фэнфакционизм... Улетучивается. Ой, стрикается куда-то, потому что не устиваешь. Красавица. Сейчас я отключить буду укладочку сделаю. Ага. Ушел. Снимай, пожалуйста. Ты сейчас делаешь укладочку, будешь делать каждый день укладочку. Понимаешь? Не кривися. Ну, а что не кривися-то? Я просто... Так, ну что? Помолодел? Что там, ребята, у меня на голове? Я ничего не вижу. Сзади как моя... Это самое... Приплюснутая... Самый красивый. Самый красивый. Вот видишь, тебе сейчас гелем. В случае поднимается макушка, и тогда все нюансы могут быть... Прятаться, да? И сглажены, да. Прятаться, да. Вот так тебе макушка. Здесь никогда нельзя поднимать машинкой коротко. Вот здесь надо чуть-чуть оставлять волосики подлиннее, вот эту часть, чтобы здесь был объемчик. Хотя бы чуть-чуть, потому что если снимать эту часть коротко до верха, то оно будет еще более слабо. Особенность головы. О, тебе видишь гелем. Будешь ты... Твой папа лаком прилаживал себе волосы. Вот ты будешь... Ну так давай, купи мне гель. Так есть гель у нас там. Я сам не буду делать, понимаешь? А, ты хочешь, чтобы я тебе сейчас... Ты купи гель... Да. И будешь мне делать. Да. Я не против. Да. Типа того. Да, типа того. То есть здесь все коротенько, здесь ничего мешать не будет. Сверху чуть-чуть длиннее. Так. Для того, чтобы был вот этот баланс. Shape. Shape. Постиле. Да. Для этого делается чуть-чуть шайка. Смотрите, как вам моя прическа? Сукладочка красивая. Главное не вперед, на бок. Мне нравится такое. Да. Так. Смотри, я сейчас покажу. Отходи сейчас. Пылесос как волосы. Это очень удобно для... Это даже некоторые люди дома себе на кухне это устраивают. Да. Потому что... Это специальный пылесос такой? Да. Все убрали. Все такое чисто. Так, Саймон следующий. Так, что, следующий Семен. Семен, ну ты как, доволен? Длиннющие волосы? Длиннющие волосы, глаза нету. Сейчас будем открывать. Вот у него волосы, как у папы, ровные. Да. Только вихрь у него вот здесь вот. Видишь, какой жесткий. Да, и по-другому не ляжет. У меня будет, если короткие волосы у меня будут крутить. Ну да. Да, окей, значит мы будем делать. Ну вообще, когда причесочку делаешь, все на сайтах. Конечно, да. Модно, незаметно, как будто бы все так надо. Ну да. Как будто так и задумали. Не проблема, да. Ну так и задумали мы, Семен. Да. Так и задумали. Ну так вот, крученный, желательно так крутился, а жена крутился. У меня ты мяшка маленький, он крутил себе сам пальцем вот тут. Да, это тоже мяшка. Что будем делать с Назаром? Может, давай ночью его пострижем? Даже ваши комментарии, ты камеру чуть на меня направь. Даже ваши комментарии не побуждает его пострижься. Ему так нравится. Что делать будем, да? Ничего, просто ждать. Понял. Придет время. Да. Семен, голову не крути. Молодец, он уже не крутит. Ты молодец. Быстро вычишься. Что у нас получается? Насчитать. Сколько мы должны? А, окей, более 45. Да. Мужская 30. И с этого мальчика мы возьмем 25. Что это получается? Ну, 70. Ты сколько? 45. Ты 45. Это 75 и 25. 100, да? Да. Куда можно положить денежку, да? Да, куда угодно. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо большое, что успела. Это было новыми, но мы все успеем. Ну, еще, конечно, мальчика надо было. А, ничего страшного. Может, еще успеем? Я уже шучу. А, пишу так с мальчикаю за клиенту. Еще 20 минут, пока я разкушаю. Через 5 минут. Просто после него уже клиент. Мне ему нужно будет констануть минут 10. Ну, да, тут надо успеть сэкономить еще. Да, да, да. Ну, it's ok. Если что, зак, я тебя посылу. Или я могу. А вы не пробовали? Так, идите сюда. Да, вы что-то попробовали. Я опять уже знал. Нет, что-то уже не сухой присутствует. Да, вы не только что-то не сухой присутствует. Если было бы побольше времени, я могла бы вам помыть еще волосы. Я мою после стычки. Потому что если когда-то потом едут, есть такие очень сенсористские. И где-то там упадет, ну, колоться, они не могут терпеть. Да, держи, чтобы не упало-то было. Подними головку. Just a little bit. Оно у тебя натурально хорошо ложится. Дай еще на самом деле. Все, красавица. Я думаю, ему будет удобно. А ну-ка. Вау, супер. Мне нравится. Ты прям помолодел. Шучу. Куда дальше, папа? Я спрашиваю, сколько лет. Семен? Зак или Семен? Семен. Зак. Младший Зак. Младший назад. Захар. Зак. Английский. А, окей. А я спрашиваю, сколько лет? Он говорит, семь с половиной, да? Нет, восемь. Восемь с половиной. Восемь с половиной. У меня и так, и так он ту половинку считает. Ну, конечно. А ты что, минус год? Ты что? Ой, да. Спасибо, Варона. Телефончик не забываем. Да, телефончик не забываем. Напяливаем маску, чтобы там никого не спешить. Или уже можно не напяливать. Все, вышли. Зарядка не наша. Оставляем ее. Спасибо большое. Василина, спасибо. Всего доброго. Настя, Сею, если нужно, вы узнаете где. Да, конечно. Всего доброго. Счастливо. Хорошо. Тут, видите, другие есть мастера. Но мы идем на выход. Погнали. И вот, как нам сказала Василина, это самый крутой центр сейчас здесь, в Сакраменто. Только два с половиной года назад они как построили его. Вот, мы все. Так, кто с папой хочет? Кто со мной? Я, я, я. Едем. Папа, ты сейчас на работу? Нет, едем домой пообедаем. Папа, ты на какой машине? Я на Никитиной. Это, Петя, у меня телефон. На Никитиной? Да. У Никиты есть зарядка на твой телефон. Да, я вот думала, давай мы поменяемся телефонами. Телефонами? Зачем тебе мой телефон? У меня, я вообще без телефона не куплю нас. Ну, хорошо. Я сегодня на Никитиной машине. Сядь. Далека, подставай, подключи, я гляну, как у него. Да, уважаю. Хорошо. Продолжение следует...